Добрый день, уважаемые коллеги! Инсульт является важнейшей причиной инвалидизации в мире, несмотря на проводимую профилактику. Много лет физические методы реабилитации, такие как лечебная физкультура, физиолечение, кинезиотерапия, эрготерапия, являлись основополагающим направлением восстановительного лечения после инсульта. В настоящее время активно внедряются в лечебный процесс методы с использованием компьютерных технологий. Сейчас почти все развитые страны применяют в логической практике метод основан на принципе биологической обратной связи. Одним из вариантов биологической обратной связи является биологическая обратная связь с опорной реакцией, которая доказала свою эффективность в применении при лечении пациентов после инсульта, с двигательными нарушениями, мошечковой атакси, вестибулярными нарушениями. Большой вклад в проведение исследований в влиянии реакции опоры на функции организма в нашей стране внесли работу академика Инессы Бенедиктовны Козловской и ее сотрудников в рамках гравитационной медицины, а также работа специалистов научного центра неврологии РАН. Для создания биологической обратной связи по опорной реакции используют преобразование данных, полученных при стабилометрии, зрительные, слуховые, тактильные стимулы, что позволяет управлять позой при тренингах. Тренинги проводятся в игровой соревновательной форме с поддержанием максимального уровня мотивации и вовлечения в реабилитационный процесс. Пациент осуществляет балансировочные движения с опорой на нижнюю конечность, перенося вес тела с одной ноги над рукой. Либо, как показано на слайде, осуществляет тренировочные движения рукой на опору в виртуальной сети, в которой реализуются поставленные перед ним задачи. На данном слайде мы видим, как пациентка выполняет тренировочные задания стрельба по тарелочкам. В клинике неврологии манекен было проведено не одно клиническое исследование, целью которого была пациентка... ...либо осуществляет, как показано на данном слайде, тренировочные движения рукой на опору в виртуальную реальность, в которой реализуются поставленные перед пациентом задачи. На данном слайде мы видим, как пациентка выполняет тренировочный тест под названием стрельба по тарелочкам. В клинике неврологии манекен было проведено не одно клиническое исследование. Были изучены две кандидатские диссертации. На данном слайде представлены результаты проведенного изучения влияния комплекса программы нейрореабилитации с использованием занятий на основе биологической обратной связи по опорной реакции, где применялся силовой джойстик для верхней конечности и классическая стабилометрическая платформа в положении больного стоя на платформе. Далее было получено, что у пациентов было отмечено улучшение когнитивных функций. По данным шкалы МОКО в основной группе было отмечено улучшение внимания, речи, срочного воспроизведения. При проведении долгих тестов на когнитивную функцию, таких как публики коза, тестов струпа, тестов символа цифры, исследований при глостеречии мы также отмечали улучшение показателей у пациентов основной группы. У них улучшалась консистрация внимания, пациенты лучше воспринимали задания. При проведении оценки аффективных расстройств по данной шкалы депрессии БЭКО и тревоги у пациентов при применении комплексной методики отмечалось улучшение эмоционального фона, снижался уровень депрессии и тревоги, что позволяло пациентам более быстрее восстанавливаться и возвращаться к оближенному образу жизни. При проведении оценки двигательных расстройств по скале ФУК МАЭ, нами также было отмечено после двухнедельного курса лечения улучшение функции движения, как в максимальных, так и в дистанционных отделах верхней конечности. Также у пациентов было отмечено улучшение индекса повседневной активности в БАРТО. Пациенты стали более самостоятельны, стали лучше выполнять действия на мелкую моторику, самостоятельно за собой ухаживать. Благодарю за внимание.